Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Мой лор, друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Верьте, не помню. Моя давно пропавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем встить ее голову на пик. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Не просто вампиры. Древнейшие и сильнейшие в Скайриме. Сотни лет мы жили здесь, вдали от тягот этого мира. Но всему этому пришел конец, когда моя жена предала меня. И скрылась с тем, кого я ценил более всего. Именно это я и собирался предложить. Да, ты определенно заслуживаешь награды. Есть лишь один дар, которым я могу отплатить тебе за спасение древнего свитка и моей дочери. Я предлагаю тебе мою кровь. Прими ее, и ты станешь львом среди ягнят. Люди будут дрожать при твоем приближении, и ты никогда больше не будешь бояться смерти. Да, я чую это в тебе. Сила моей крови очистит тебя от скверны и вернет тебе целостность. Я изгоню тебя из этого замка. Я пощажу твою жизнь на этот раз. Но потом ты станешь добычей. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу. Вот сила, которую я предлагаю. А теперь делай свой выбор. Да будет так. Наша добыча. Как и все смерти. Я тебя изгоняю! Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают 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 что это ты проси чего хочешь из камня крови не выйдет ну в этой части мира точно проси чего хочешь из камня крови не выдавишь ну в этой части мира точно убирайся от меня проси чего хочешь из камня крови не выдавишь ну у меня лучше изменить да хочешь отдохнуть или выпить сперва покажи деньги ты чего-то хочешь или нет я уже сказала этому клоуну что не септима вам да посмотри вокруг я и так давай покажи что можешь конец тебе да сделайте же что-нибудь прошу тебя прекрати я заплачу это так не сойдет царга не слишком рвался именно в скайрин но виндерхолт не вмешивается ну чего ты хочешь я тебе уже заплатила мы поняли намек теперь можешь уходить отсюда эй не смотри на меня так прости но тебе придется уйти скажи приняли что он обойдется без моих денег прости но тебе придется уйти скажи приняли что он обойдет а и а и 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 Зараз надеялся, что тут кто-нибудь сможет убраться за его достижения. Как покажешь Бринельфу, на что гонишься, заходи ко мне. Мне некогда. Тебе разве нечем заняться? Да. Нужен совет? Спроси Бринельфа. У меня дел по горло. Есть для нас что-то? Этот типчик? Пёс знает, что о себе воображать. Ключ к успеху – уродливая двемерская ваза в его лавке. Разбей её вдребезги, и он сразу перемеется. Хельга – преданная последовательница Дебеллы. Она дорожит статуе богини, которая стоит в ночлежке. Пригрози разбить статую, и она сдастся. Я буду здесь, когда ты так делаешь. Все одинаково. Продолжение следует... Когда-нибудь уйду до покоя. Плю себе островом. Ты тут тоже недавно, да? Зачем рисковать? Ну? Чего ты хочешь? Если... Если было чем, я бы заплатил. Не нужно так делать. Боги мои. Прекрати! Она бесценна! Боги мои. Нет! Эта ваза бесценна! Хорошо, я всё понял. Всё-всё, теперь буду платить вовремя. Только не трогай больше. Вот. Бери своё золото и оставь меня в покое. Тихо. 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 Ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Все! Вот. Это ты. Пожалуйста, не бей меня. Только не госпожу Дебеллу! Не надо! Не трогай её. Я все понимаю. Вот, бери свое золото и подавись им. Украшения. Будем надеяться, что даже если драконы существуют, они малочисленные добры. Держись от проблем. Итак, работа сделана. Прятать трупы и отводить глаза стражи довольно дорого. Отлично. И похоже, теперь я тебе кое-что... Вот. Думаю, тебе это пригодится. Судя по тому, как тебе удалось разобраться с торговцами, могу сказать, что твой талант доказан на все сто. Нам в коман... Вот это удаль. Воровство у тебя в крови. Думаю, ты у нас тут далеко пойдешь. Что у тебя на уголе? У нас сейчас черная полоса, но ты об... Знаешь что? Ты добывай для нас деньги, а я побеспокоюсь об остальном. Теперь, если больше нет вопросов, иди за мной. Я тебе покажу, о чем мы с тобой толковали. Тебе есть чем заплатить за выпеку. Бесплатно не наливаем. Возвращение этих тварей тревожка известия. Но если мы не будем по долгу оставаться на одном месте, они не причинят нам вреда. Теплый пескель сфера. Теплый пескель сфера. Теплый пескель сфера. Ты чёрный пескель сфера. Если чёрный пескель сфера, то сам как я вредил сектор сфера. Давай я введу тебя в курс дела, а потом будешь задавать вопросы. Мелко. Ты чёрный. Себе непросто, Данка. Мерсер, это наш новый рекорд. Я говорю... Только б это не было очередной тратой. Много волнуют меня. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься подачем. Если нарушаешь правила, теряешь свою гонку. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы скажем, и там скажем. Я ясно выражаюсь? Я эти слова забуду, потому что ты тут не Данка. Еще раз полезешь с неуместными вопросами, и будут проблемы. Тебе все понятно? Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о златоцвете? Даже малышка Мерс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что новый рекорд обладает толстым талантом. Если так, пусть так кажется... Надо прятать нож в сапоге. Доело, что проверять. Это крайне важным для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от нашего цена. Следует преподать ему урок. Ильюльф посвятит тебя... Мерс, ты ничего не забыл? М-м-м... А, да. Поскольку Мерс уверяет меня, что ты принесешь там исключительно выгодку, мы принимаем. Добро пожаловать в гильдию ворот. Добро пожаловать в семью, детка. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Нет, просто. Делай, что говорят, и не марай клинок. Убийство денег не приносит. Поговори с Делвином Мэлори и Вэкс. Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужна. Да, и поговори с Танилой во фляде. Она тебе выдаст новые доспехи. Поместье Златоцвет — это пасека. Они там разводят пчел и делают мед. Нужно преподать ему урок. Сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Мерсер, этого не потерпит. Да, меньше всего нам нужно злить своих клиентов. Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Это все очень важно для Гильдии. Не выставляй меня, дуракон. Не облажайся. Они очень крепкие. Их ведь для местных погодных условий строят. Да и жители Рифтона сразу поймут, что мы серьезно настроены, если увидят высокий столб дыма. Береги себя на этом острове. Наемники пленных не берут. Продолжение следует... Хочу тебе кое-что сказать. Драконы! К счастью для нас, они не охотятся на дорогу. Мы все следим за тобой, Дек. Не разочаровывай нас. Прежде чем мы начнем, хочу тебе кое-что объяснить. Первое. Я лучший специалист по замкам в Гильдии. Так что если мечтаешь меня заменить, можешь даже и надеяться. И второе. Ты делаешь точно то, что я говорю. Без вопросов, нытья и оправданий. Если мы не будем подолгу оставаться на одном месте, они не причинят нам... Полегче, говоришь? Так мне просто отдать тебе мешок с деньгами, или ты хоть попробуешь их заработать? Советую запомнить. В нашем деле легких путей нет. Иначе каждый подонок в крысиной норе уже дважды обчистил бы весь Рифтон. Если тебе что-то предлагают на блюдечке с голубой каемочкой, это ловушка. И красть надо блюдечко. Сейчас. Тогда мы поймем друг друга. Хорошо. Так, тебе пора испытать себя в деле. А у меня слишком мало времени, так что на посторонние темы не отвлекайся. Я не собираюсь тебе врать. Дела наши хуже некуда. Кто знает, старик Делвин думает, что нас прокляли, а я думаю, что он рехнулся. Как по мне, так нам просто не везет. Можешь заняться делом и начать отвоевывать наш авторитет, чтобы народ боялся нас, как в былые времена. И в процессе заработаешь немного деньжат. Как тебе такие условия, а? Я занимаюсь взломами под... Если тебе это не подходит, иди к Делвину. Он занимается более личными заданиями. Все просто. Проникаешь в дом, крадешь нужную вещь и уходишь, пока хозяев... Загвоздка в том, что нельзя убивать жильцов. Иначе... Ну что? Как насчет старой доброй кражи со взломом? Нечего было браться за дело, если ты так легко от него отказываешься. Хочешь подзаработать пару септимов? Могу помочь. Царка уверен в себе и просто так. Ладно, но если попадешься, меня не вини. Да... Что? Работы полно. Выбирай. Да. Самый быстрый способ разбогатеть в Скайриме обчистить какой-нибудь богатый особняк. Если тебе интересно, могу подсказать, в каком доме не поменять. Что скажешь? Топлый пескель. Сфера так далеко. Если будешь отказываться от каждого задания, гильдия потеряет тебя. Мы все следим за тобой. Так это ты, Мир? Не разочаруй нас. Что ж, значит, мы с тобой очень близко познакомим. Я тут скупщик. Захочешь продать то, что тебе не очень принадлежит, я тебе заплачу. Само собой, придется отдать небольшой процент гильдии. Я могу еще продать кое-что полезное людям нашей профессии. Недорого. Надеюсь, в моих странствиях тебя ожидает боль. Конечно. Могу попросить могильщика тебя вырубить и бросить в цистерну. Как тебе? Слушай, я в этом деле уже давно, и я всяких навидалась. Крутые парни, хитрые девчонки. Мне без разницы. В конце концов, ты поймешь, что тут нас волнует только одно. Сколько золота ты приносишь? Хорошо. Значит, больше не о чем говорить. Вот твои доспехи. Надеюсь, они тебе пригодятся. Для членов гильдии воров у меня особые тарифы. Покажи, что у тебя есть. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Давно я таких не видела. Знаешь, что это такое? Камень Барензии. В таком виде это просто безделушка. Какой-то вор выломал этот камень из церемониальной короны Барензии, но следов уже не найти. Кажется, всего их 24. Многие люди их держат в качестве безделиц или амулетов. Некоторые члены гильдии пытались их найти, но никто так и не преуспел. Ну, до сих пор. Слушай, я покупаю только то, что могу быстро и прибыльно сбыть. А эти камни никому не нужны, если только не будет полного набора. Вот что. Если найдешь все остальные, мы сможем договориться. А нет, так оставь этот себе на удачу. Эльсвейр. Засушливая страна пустынь и скалистых ущелий, где всегда светит солнце. Работа сама собой не выполнится. У меня работы полно. Если тебя, конечно, золотишь, то интересует. Драконы никуда не девались. Они просто были невидимы и любили себя очень-очень-очень-ти. Когда-нибудь уйду на покое, люблю себя островом. Все пошло наперекосяк. И Мавин в ярости. Я тебе говорил, не сжигать больше трех ульев. Ну, хоть про что-то ты помнишь в итоге. Дай посмотрю. Оренгот продал злота цвета? Да что это ему в голову взбрело? Он себе не представляет, как обозлиться Мавин, когда выяснит, что ее подвинули. Но он еще узнает. Если бы только тут было имя покупателя, а не этот странный символ. Не знаешь, что это такое? Да, Эдрэкс, забери. Что ж, я поспрашиваю своих и поговорю с Мессером. А сейчас беги к Мавин Черный Вельск. Она потребовала именно тебя. Как бы дело было в этом, она бы не тебя вызывала, а сразу темное братство. Это просто бизнес. Так что царство предстоит многое доказать. Это касается только тебя и Мавин. Я предпочитаю не встревать. Просто держи ухо в остро, а рот на замке. И все будет в порядке. Надеюсь. Странствие к тебе ожидает более теплый прием, чем выбор. Продолжение следует... Так это тебе пришло в голову сжечь златоцвет. Ты хоть представляешь, сколько мне будет стоить твоя выходка? Я поражена, что тебе вообще хватило наглости заявиться сюда. Мы с тобой говорим только потому, что Бриньолев меня заверил, что ты не завалишь еще одно дело. Он уверяет, что у тебя какой-то неслыханный дар по этой части. Честно говоря, мне не очень-то верится. Это что, уверенность? Или простая гордыня? Удивительно, но их часто путают. Пойми, Бриньолев очень давно не присылал ко мне никого, на кого можно было бы положиться. Дорогуша, я ни в кого не верю. Меня волнуют только причины и следствия. Сделана ли работа и сделана ли она правильно? Тут нет оттенков. Надеюсь. Я даю тебе важное задание. У меня есть конкурент. Медоварня Хонинга. Я хочу вывести ее из дела. И еще я хочу знать, как они смогли так быстро открыть медоварню и запустить производство. Отправляйся в горцующую кобылу в Вайтране и найди Маллия Макия. Он быстро введет тебя в курс дела. Дай угадаю. Сиби и Луи Литруш. Что ж, Сиби в тюрьме. А Литруш вполне может попытать счастье. Мои наемники легко с ним управятся. Правда? Это уже интересно. Тогда тебе стоит знать, что у меня с Луи давние счеты. Знаешь что? Пока действуй по его плану. А я буду следить за вами обоими. И когда придет время, я сведу счеты с Луи. Сиби. 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 Субтитры создавал DimaTorzok